В эпоху цифровых технологий печатные издания все больше уходят на второй план, уступая место электронным аналогам. Но в библиотеке царит своя особая атмосфера мудрости, которую так ценят читатели. Поздравить с профессиональным праздником библиотекарей и книговедов пришел министр культуры Тамерлан Зейтов. Он отметил, что хранилище книг – это большой вклад в развитие науки и просвещения. Оно играет важнейшую роль в жизни общества. У нас очень талантливый наш народ. Я в этом не сомневался. Почти за 40 лет своей деятельности и разные были периоды жизни, когда было сложно. И сейчас не легче нам всем. Мы знаем, с каким трудом нам все это дается. Но мы, вот эта вот сплоченность, вот это вот взаимодействие нас как-то выручает. Мы живем завтрашним днем и завтрашний день у нас он есть. Он также наградил ветеранов библиотечного дела грамотами за плодотворную деятельность. К слову, именно 27 мая стал днем основания Первой государственной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, которая сейчас носит название «Российской национальной». Перед нынешними хранилищами книг стоят задачи модернизации. Эти цели включены в стратегию развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года. И к этому нас сподвигло, конечно же, помимо того, что идет активное самосовершенствование специалистов, сподвигли еще некоторые обстоятельства, связанные с пандемией, которая по всему миру идет. Мы перешли с вами на новый формат деятельности. На новый формат деятельности именно дистанционной работы. Удивительные прорывы, причем из самых глубинок республики происходят в этом направлении. Те, кто продолжает беречь знания, накопленные веками. Здесь собрались работники библиотечного дела со всей республики, специалисты из НИИ, а также писатели. В библиотечной сфере Хаваш Накостоев работает больше 15 лет. Несмотря на наличие интернета, он всегда выбирает для своих научных исследований именно печатные материалы. В Национальной библиотеке Республики Ингучети есть договоренность и выход на центральную российскую государственную библиотеку и другие библиотеки, в которых хранятся раритетные издания, раритетные документы и так далее. Мы можем напрямую связываться с ним. Приходишь сюда, эти работники связывают тебя, заказывают, и получаешь оттуда нужный тебе документ или нужную книгу буквально считанные минуты. В Ингушетии порядка 50 библиотек, 49 из них муниципальные. В Национальной библиотеке Яндиева хранится больше 150 тысяч единиц документов. Для фонда Национальной библиотеки это небольшой фонд, собственно. Потому что если сравнивать нас с библиотеками национальными других регионов, где фонды приближаются к миллиону и превышают его, конечно, это небольшой фонд. Но если учитывать, что до создания нашей библиотеки этих фондов не было вообще, в смысле целенаправленно составленных, созданных, то это, конечно, большой объем. В планах у руководства Национальной библиотеки Яндиева провести межрегиональный проект «Мой родной язык». Он направлен на развитие и сохранение языков малых народов. В этом году во всем Северокавказском федеральном округе наше хранилище книг станет первым местом проведения. Хавагайзекова, Тамерлан Ужаков, Новости 24.